Спорий Спорий Бог фанатиков Оригинальное английское название споуд является объединением двух слов Спор и гад, то есть бог Таким образом, более правильным переводом был бы спог, или же спожество О споре и мало что известно Большую часть информации можно получить из свитков веры И то большая часть из них расхваливает его, насколько он правильный, мудрый И то, как все те, кто отвергает его учения, должны быть уничтожены Вероятно, символом спория является глаз Тот самый, который красуется на эмблеме философии фанатиков И тот, который появляется во время религиозного захвата города Также иногда во время диалога с фанатиками Они упоминают о том, что у спория есть щупальца Это заставило многих игроков поверить в то, что глаз, символ спория Это центр галактики А щупальца – это руки этой самой галактики Из-за чего получается, что спорий – это вся галактика Ни для кого не секрет, что бог создал Адама и Еву по своему образу и подобию Так почему бы спорию не создать по своему образу и подобию галактику? Но это не единственная теория касательно того, кем же является этот загадочный спорий Некоторые игроки считают, что на роль местного бога вполне подойдет Уилл Райт Потому что именно он создал спор Также некоторые считают спорием игрока Ведь только ему подвластны все внутриигровые процессы Есть еще одна очень интересная теория, которая гласит, что спорий – это Стив Во-первых, он очень хорошо подходит под описание У него есть небольшие зачатки щупалец и один большой глаз посередине А во-вторых, многие игроки также подкрепляют эту теорию тем, что в приключении Shenanigans Phantasy Theme Park, в приключении с созданным Робоципом Один из местных жителей говорит О, Стив, закончь мои страдания Как бы вуалируя фразу «О господи, закончи мои страдания» И, пожалуй, единственным минусом этой теории является то, что приключение от Робоципа – такой же канон для спора Как, скажем так, Purple Haze Feedback – канон для Джоджо, тут 50 на 50 Но есть еще одна теория, которая, на мой взгляд, как раз таки и является верной Прямо сейчас вы, наверное, сидите в недоумении, мол, Тайфун, что это такое? А я вам отвечу Существо на ваших экранах называется Дебаг Сквид Создан он был Крисом Хэкером 6 февраля 2004 года И является самым первым существом в спор Пожалуй, факт того, что оно было самым первым существом и то, что у него и щупальца И делает Дебаг Сквида самым вероятным кандидатом на роль спория Но спорий – это не одна вера в галактике Думаю, что пришла пора поговорить о его полной противоположности Грядущий бог, дамы и господа Ах, грядущий бог Кем бы ты ни был, ты явно умеешь скрывать информацию о себе Потому что о тебе известно еще меньше, чем о спории В то время как спорий является богом фанатиков В грядущего в основном верят шаманы Причем, исходя из разговоров с двумя империями Эти две религии между собой враждуют Так, например, если вы получите задание По уничтожению зараженных горожан от фанатиков То они будут называть зараженных верующими в грядущего бога С шаманами будет наоборот Зараженных они будут называть верующими в спория Также многие игроки считают, что грядущий бог это бог гроксов На это нам жирно намекает свиток веры номер 6 Злезные враги спория, гроксы и те, кто верят в истинного грядущего бога Но, возможно, это и не так Потому что, во-первых, гроксы вынесены отдельно То есть гроксы и верующие в грядущего бога А во-вторых, гроксы как бы наполовину машины Нахренаем вообще религия Но бог, который придет из божества Это не единственные веры в галактике Они самые известные, но не единственные Лично я для себя выделил еще две веры Если вы знаете больше, то пишите в комментариях The Source Или же в переводе на русский Источник Если вы до этого никогда не слышали про эту религию То вас можно понять В большинстве языков эту религию просто не перевели Ярчайший тому пример наша русская локализация Где Source перевели почему-то как боги Дело в том, что на этапе цивилизации За жителями в городах можно наблюдать Попробуйте, это реально интересное занятие И в религиозных городах Жители иногда просто собираются на площади И начинают молиться источнику света Причем религиозные города иногда упоминают этот самый источник в диалогах Не совсем понятно, что это Либо это две вышеупомянутые религии, но под другим названием Либо это абсолютно новая религия Но факт его существования отрицать нельзя И напоследок Черный коготь И все То ли это грядущий бог под другим названием То ли это какая-то небольшая секта Честно сказать, я не знаю Но то, что они ненавидят верующих в споре Это факт Поздравляю, вы досмотрели видео до конца И за это вы получаете приз Сцену после титров Пока я снимал видео на задний фон Я наткнулся на довольно интересную вещь Просто посмотрите на это племя Как оно сползло с горы Я лично считаю, что это довольно круто И решил поделиться этим с вами Всем пока, желаю приятного дня Субтитры сделал DimaTorzok